Так как мы делаем две закуски, то первый баклажанчик я порежу вдоль, примерно 1,5-2 сантиметра толщиной. А второй баклажан нарезаю колечками, тоже толщина 1,5-2 сантиметра. Теперь подготовлю ароматную заправку для баклажан. Я беру оливковое масло, подсолнечное также подходит. Добавляю соль. У меня смесь разных перцев, можно просто черный перец. Вообще также отлично подходят прованские травы. И еще добавлю чесночок и перемешиваем. Промазываю баклажаны ароматным маслом и выкладываю на пергамент. Теперь промазываю вторую сторону и отправляю запекать в разогретую духовку до 200 градусов примерно на 10-15 минут. Пока баклажаны запекаются, приготовим начинку. На мелкой терке натираю морковь. К морковке добавляю чеснок. Плавленый сырочек натираю на крупной терке. Добавляю немного майонеза и перемешиваю. Баклажаны подрумянились, пусть немного остынут. Друзья, если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подписываемся. Ставим лайки и пишем комментарии. Будем готовить вместе вкусно, просто и быстро. А теперь приготовим рулетики. Морковь выкладываем на баклажан и заворачиваем в рулетик. Рулетики готовы, приступаем ко второму рецепту. Помидоры нарезаю мелким кубиком. И добавляю два вида сыра. У меня обычный и моцарелла. Нарезаю тоже мелким кубиком. Добавлю к начинке еще несколько лепестков базилика. Теперь все хорошо перемешиваем. Теперь аккуратно выкладываю начинку на баклажаны. Теперь беру грецкие орехи, кладу в пакет и измельчаю. Посыпаю немного орехами. И отправляю в разогретую духовку до 200 градусов буквально на 5-7 минут, чтобы растаял сыр. Ну что, закуска готова. Выглядит очень аппетитно. Аромат бесподобный, с чесночком здорово. Попробую скорее. Ну, ребят, вот так здорово. С морковкой очень вкусно. И второй вариант был с моцареллой и с грецкими орешками. Я не могу выбрать первый или второй рецепт. Мне кажется, нужно приготовить и тот, и другой. Потому что, в принципе, просто основной ингредиент паклажан. Мы просто добавляем еще пару продуктов. Ребята, очень вкусно и здорово. Обязательно порадуйте своих близких и родных таким замечательным блюдом. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу к столу и приятного вам аппетита!